И так мы продолжаем наш уникальный цикл лекций Тора, Пророки и Писания. И наша следующая недельная глава называется «Вайра и явился». Эта глава охватывает несколько драматических эпизодов в жизни Авраама. С одной стороны мы видим, что у Авраама начинается хорошая полоса. И сегодня рождается его наследник Исаак. Определенным образом это все происходит чудесным. Поэтому Бог советует Аврааму обрезаться, что, в общем-то, является довольно болезненной операцией в столетнем возрасте. Но этот знак, как его позднее в Новом Завете называют «знаком праведности через веру», он очень важный знак. Ибо всякий младенец мужеского пола восьми дней от роду должен быть обрезанным своими родителями. Некоторые проводят параллель между обрезанием и крещением, что является, конечно же, неверным. Потому что Новый Завет очень четко говорит о том, что прежде чем принимать крещение, человек должен быть научен. В восемь дней от роду человек не может быть научен. Обрезание – это акт, который делают родители. Совершая посвящение ребенка таким образом, чтобы, гарантируя, выполняя родительский долг, вырастить, воспитать и помочь создать семью. А мужчина является инициатором создания семьи на Ближнем Востоке. Мужчина подписывает брачный контракт с отцом невесты. И от того, какую невесту возьмет мужчина, зависит будущее его семьи. Брак и тема создания правильной семьи является очень важной темой книги «Бытие». Потому что даже начиная с первой главы недельной, вопросы браков поднимаются очень серьезно. От браков потомков Сифа с дочерями Каином рождаются нефилимы, падшие люди, что является причиной потопа, который навел Господь на землю. От браков, которые совершают сыновья детей Божьих, зависит будущее Божьей семьи. Останутся ли дети Божьи с Богом или уйдут иной дорогой? Вот, что символизировал обряд обрезания. И в результате этого обрезания, после этого обрезания, рождается Исаак. И после этого Бог является Аврааму снова, в Аяра. И явился Господь Авраама у Дубравы Мамре. Мамре, кстати говоря, это не название Дубравы. Это имя Амариянина, который проживал в Ханаане и предоставил часть своих угодий для того, чтобы Авраам мог там проживать. Это, кстати, говорит о том, что Авраам выполнял возложенную Богом миссию на него – распространение света Божьей истины среди народов. Авраам был во свет и в благословение другим народам, и Бог выполнял обещание о том, что благословляющие Авраама будут благословлены. Бог явился Аврааму у Дубравы Мамре. И в результате этого явления рождается сын Авраама. Но проблемы не исчезают. С рождением Исаака начинается трение в семье Авраама. Недаром Бог предупреждает и не желает, чтобы человек имел более чем одну жену. Борьба между Сарой и Агарию приобретает весьма уродливый оттенок. И Измаил, конечно же, не хочет становиться вторым. Именно поэтому дважды происходит изгнание Агари. Агарь сначала Сара изгоняет, когда та еще беременна, но Бог возвращает Агарь. Но когда напряжение между Агарию и Сарой, уже когда родился Исаак, достигает своего пика, Бог вынужден позволить Аврааму отпустить Агарь. Перед Авраамом много проблем. У Авраама не только проблема с его двумя женами де-факто. У Авраама проблема с его племянником, который проживает в Содоме и Гаморе, вопль от которых доносится до небес, и Бог решает что-то делать. Поэтому Бог спускается, чтобы посмотреть, и пытается помочь семье Лота, который верным был и вышел из земли сирийской, из Харана, вышел вместе с Авраамом, но оказавшись в Содоме и Гаморе, конечно же, поддался влиянию этого мира и той обстановке. Мы видим, что из этого выхода Лота не получается ничего хорошего, нежели два сына от инцеста, Моав и Бен-Ами, которые впоследствии становятся врагами и абузой для Божьего народа. И все это накапливается снежным комом. Накапливается, накапливается, накапливается. Вот почему апогеем этой недельной главы является последняя история, история, которая на иврите называется Акида. или связывания. Эта история начинается словами после сих происшествий, записанными в 22 главе и 1 стихе. Вот эти происшествия, которые я только что вам описал, и были теми событиями, которые привели к напряжению в взаимоотношениях между Богом и Авраамом. напряжение, вызванное тем, что Авраам с одной стороны пожинает последствия своих поступков, с другой стороны делает новые ошибки. Да, Измаил является наследником, и даже по законам Ближнего Востока он должен получить одну треть от наследства. Даже если бы он получил одну десятую, он бы, наверное, не жил бы бедно, ибо, согласно утверждению известного археолога Вильяма Фоксвелла Олбрайта, наследие, состояние Авраама составляло немногим около 10 миллиардов долларов. Я думаю, что если бы Измаил получил бы миллиард, хватило бы ему и его потомкам. Но Измаил уходит, вернее, Агарь уходит с Измаилом, имея всего лишь графин с водой и кусочек хлеба. Вот почему Бог вступается здесь и ставит перед Авраамом конкретные условия. «Доселе дойдешь, а далее не перейдешь. Сделай свой выбор. Возьми сына твоего, единственного твоего, Исаака, которого ты любишь, и принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Нелегкое поручение. Что такое всесожжение, Авраам прекрасно понимал. И ни один из живущих не проходил через такое. Аврааму нужно было принести Исаакова всесожжение, так как приносят Агнца. Заколов сначала его, разрезав ему сонную артерию, таким образом дать спустить крови, потом снять с него кожу, расчленить его тело, вымыть его внутренности, а потом дождаться, пока все это уйдет в дым. Непростая задачка. Причем Бог в оригинале говорит «возьми, пожалуйста». Ничего себе, пожалуйста. Но «пожалуйста» как раз и является ключевым текстом здесь, ибо подразумевает выбор. Авраам мог и не делать этого. А Бог может тоже не повелевать Аврааму об этом, ибо если бы хотел наказать Авраама просто так, наверное, бы поступил так, как поступил с младенцем, родившимся от Версавии, который умер. Вы помните историю Давида? Нет, Бог не делает так. Бог повелевает Аврааму идти на свое собственное наказание, и, кстати, идет вместе с ним. Бог поступает, как любящий отец, который, наказывая своего сына, сострадает с ним, а не издевается. Вот почему Авраам встает рано утром, оседлывает осла, берет с собой двоих из отроков, накалывает дров для всесожжения и идет на место, о котором говорит ему Бог. И сказал Авраам отрокам своим, останьтесь вы здесь, а я и сын мой пойдем туда, и поклонимся, и возвратимся к вам. И берет Авраам дрова для всесожжения, возлагает их на Исаака, сына своего, берет в руки огонь и нож, и они идут вместе. И тогда Исаак задает вопрос. Вот огонь, вот дрова, а где же Агнец для всесожжения? И вот в этом месте Авраам произносит ключевую фразу, которая лежит в основе его веры. Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, мы знаем, чем заканчивается история. Когда Авраам связывает Исаака, возлагая его на жертвенник, заносит нож, и ангел Господень взывает к нему с неба и говорит, Авраам, Авраам! И он говорит, вот я. И 12 текст говорит, «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Кажется, конец этой истории. Однако без 13 стиха она не имеет смысла, ибо в 13 стихе Бог показывает самое важное, чему хотел учить Авраама. «И возвел Авраам очи свои и увидел, вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего». Удивительная история, в результате которой Исаак остается жив. Эта история имеет параллель в той гавторе, которую предлагают мудрецы, которая записана нам в книге 4 царств, 4 глава, где история о женщине-санамитянке, которая долгие годы не имела сына. Вот почему раввины видят в этом параллель. Сара не имела сына, и женщина-санамитянка была долгое время бездетна. И рождается у нее младенец, и дитё заболевает. Заболевает уже, кстати говоря, в довольно отроческом возрасте. Самое тяжелое – это потерять сына-подростка, которого уже воспитал, которого знаешь. Ребенок был послушным, пошел к отцу на поле принести кушать, говорит, проблема, Мои умирает. Елисей приходит и воскрешает его из мертвых. Здесь параллели расходятся. С одной стороны, Елисей – это уникальный пророк. Пророк-чудотворец, который совершает много чудес. Настолько чудотворец, что даже после его смерти и когда в его могилу помещают убитого на войне, он воскрешает. Он воскресает. Но вот здесь-то эти параллели и расходятся, потому что в истории Авраама Бог учит чему-то другому. Исаак вообще не умирает. Несмотря на то, что послание к евреям, 11 глава, 17-18 текст, говорит об уверенности Авраама в том, что Авраам, в общем-то, знал и понимал, что Бог воскресит его, тем не менее, как написано здесь, ибо думал в 19 стихе 11 главы послания к евреям, что Бог силен и из мертвых воскресить, потому и получил его в предзнаменование. Здесь события разворачиваются немножечко по-другому. Исаак не умирает. Авраам не проходит через этот опыт, например, который проходит эта женщина-сонамитянка, когда она теряет своего младенца, с одной стороны, с одной стороны, Елисей воскрешает его. Авраам опыт уникален тем, что Бог впервые во всей Библии раскрывает суть заместительной жертвы. Вместо Исаака умирает Агнец. Исаак должен был умереть как наказание Аврааму определенным образом, как знак разрыва завета. Все то, ради чего Авраам жил целых 25 лет, ожидая, что Бог исполнит обетование и размножит его, как звезды небесные, как песок на море. Авраам понимал, что в Исааке это все исполнится. А теперь все. Исаак должен умереть. Будущего нет. Авраам уже за 120. Снова ли забеременеет цара чудесным образом? Да и Измаила рядом нет. Бог решает проблему однозначно. Вместо Исаака умирает Агнец. Завет, который должен был быть разорван, восстанавливается вновь через смерть Агнца, который принесен в жертву вместо Исаака. История удивительна тем, что именно эта глава регулярно читалась в храме каждому приносящему жертву, прежде чем грешник, принесший жертву, возносил нож и закалывал эту жертву. Всякий приносящий жертву в храме понимал, что эта жертва умирает вместо него. Тысяча восемьсот лет до истинной жертвы, принесенной на Голгофе. Авраам получает первый урок. с самых первых страниц Священного Писания Бог начинает учить свой народ самому главному элементу плана спасения, самой главной составляющей спасения заместительной жертвы. И это является центром данной недельной главы. Редактор субтитров